Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас всех приветствовать в России, в Казани. Приоритетное внимание уделялось органичной интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру БРИКС. В тесном контакте с южноафриканскими друзьями работали над согласованием модальности учреждения категории государств-партнёров. Профильные ведомства наших стран взаимодействовали в финансовой сфере в целях расширения и использования во взаимных расчётах национальных валют и создания собственной независимой платёжной системы. Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения. Развивается политдиалог, активно контактируют наши внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии. Торгово-экономические связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти. В январе-августе этого года рост составил 3%. Здесь, конечно, есть над чем совместно нужно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества – это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации. Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка. И, конечно, Россия придаёт особое значение укреплению отношений со странами африканского континента. Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам Петербургского саммита России-Африка совместных документов, декларации и плана действий до 2026 года. Ждём главу Вашего внешнеполитического ведомства в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции форума партнёрства «Россия-Африка». Ещё раз хочу поприветствовать Вас в Казани. Добро пожаловать, господин президент. Большое спасибо за Ваши тёплые приветственные слова. Для меня действительно очень отрадно быть здесь, в Казани, в России. Я хотел бы Вас поздравить с организацией этого саммита под Вашим председательством. Вы действительно приняли эстафету после нас. Мы в ЮАР сделали всё возможное, чтобы Вы смогли организовать Ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали всё возможное, чтобы укрепить нашу организацию. Действительно, нам предстоит большая работа. Сегодня вечером мы были приглашены на это мероприятие, а также на самом саммите, где мы будем принимать участие вместе с другими странами. А также с Вами мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях в мире, но также о вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности, торгового оборота. Действительно, нам очень радостно быть здесь. Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать Вам и всем остальным о том, какую работу мы провели в ЮАР. Мы сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года. Как я Вам уже сказал в ходе нашего телефонного разговора, мы об этом ещё поговорим. Мы Вам расскажем о всём процессе управления в ЮАР, насколько мы взаимодействуем с другими партиями. Мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней. И мы очень рады, что получаем Вашу поддержку во всех отношениях. И благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Таким образом, мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали с наших дней, когда мы боролись с апартеидом. И до нынешних времён очень отрадно нам быть здесь. И очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках в семье БРИКС. Большое спасибо за то, что нас принимаете. Спасибо. 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 Спасибо.